Горожане сегодня были встревожены ревом турбин самолетов. Над центральными улицами Екатеринбурга пролетели лучшие представители российской авиации. Уральская столица продолжает готовиться к параду победы. А накануне вечером город опять встал в многокилометровую пробку из-за репетиции на земле. Игорь Бонгин продолжает следить, четче ли становится шаг марширующих и ровнее лишь шеренги боевой техники. Первым делом вертолеты Ми-8 и Ми-24 возглавляют парадную колонну в небе над Екатеринбургом. На горизонте они появились точь-в-точь по расписанию. Вооружившись камерами, горожане выстроились встречать парадный строй вдоль улиц. Мощь, звук, вот это представление того, что это было, это очень, конечно, пугает, но и красиво выглядело красиво. А вот снова они летят. В Екатеринбург авиация слетается со всего Урала. Истребители из Челябинской и Перми, вертолеты из Каменско-Уральского. Встречаются пилоты уже в небе над Екатеринбургом. Точность ювелирная. Два десятка машин нужно выстроить в шеренге на высоте 200 метров. Сегодня пилоты привыкают к местности. Изучают расположение высоток, строительных кранов и вышек. Несмотря на поздний час, центр города содрогается от мощи военной техники. Первым на брусчатку площади пятого года выезжает танк-победитель. Вслед за легендарным Т-34 в строю бронеавтомобили, самоходные гаубицы и системы ГРАД. Дебютанты нынешнего парада победы в Екатеринбурге – это новейшие зенитно-ракетные комплексы С-400. Чтобы эта техника с триумфом проехала по главной площади столицы Урала, сюда их доставили из Новосибирска по железной дороге. Внешность обманчива. Грозные эти машины лишь снаружи. Внутри коробка автомат и кондиционер. Словом, все для комфортной поездки. 40-тонная техника довольно проста в управлении, но чтобы держать дистанцию, механикам и водителям приходится глядеть в оба. Старший вообще ничего не видит. Видит только водитель-механик и старший из той машины, которая идет право-фолковой. Старший той машины больше корректирует. Палки в колеса комплексом С-400 вставляет брусчатка. На каменном покрытии водителям приходится крепче держаться за баранку. Проблем у нас еще не было. Водитель-механик свое дело знает. Разворачиваемся, поворачиваемся. Во все повороты пока вошли. Из-за цепления за репетиции парада наблюдают тысячи зрителей. Ведь 9 мая пробраться к площади так близко будет невозможно. Ирина в этот день и вовсе будет отмечать двойной праздник. Признается, военную технику мечтала увидеть вблизи с самого детства. У меня первый день рождения 9 мая. То есть всегда меня спрашивают, когда у тебя девочка день рождения, у меня 9 мая. У тебя день победы, день рождения. Я всегда мечтала увидеть парад военный на нашей площади. Глаз не оторвать будет и от пеших колонн, особенно от замыкающих. Сотня девушек Центрального военного округа два месяца училась шагать в ногу. Ради строя им пришлось снять юбки и обувь на каблуках и сменить форму на брюки и ботинки. Даже макияж пришлось согласовывать с генералами. Ну, такое одно из требований важных – это одинаковый цвет помады. Как подбирали? Купили одинаково и все красим. У девушек в форме на параде особая миссия. Они добавят в праздничный хор звонкую нотку. Этот вечный огонь нам завещаны одни, мы в других храним. Впереди у военных еще один генеральный прогон. 5 мая в этот день Центр города вновь займет тяжелая техника. А вот увидеть здесь танки и самолеты вместе можно будет лишь 9 мая. Игорь Бонгин, Александр Кожеватов. Главные новости Екатеринбурга.